МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Не рождаются, а становятся. Список почетных граждан столицы пополнился новыми именами. Короткая ножка. В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования опробовали новые импланты. Фундамент знаний. В Чебоксарах по улице Гладкова идет строительство новой школы. Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатов посетил сегодня нашу республику с рабочим визитом. На предприятиях Агропрома вместе с ним побывала и наша съемочная группа. Знакомство с деятельностью агропромышленных предприятий республики для определения наиболее перспективных направлений развития. Такова основная цель визита, который начался с посещения животноводческого комплекса фирмы «Оконт Агро». Джамбулат Хатов ознакомился с условиями содержания животных и обозначил направление развития сельскохозяйственного предприятия. Задача поддержать молочную отрасль. И вы, как уже состоявший серверист, видите результаты своего труда. Надо не останавливаться. Я думаю, мы продолжим разговор сегодня с Михаилом Алексеевичем. И через два года вы пригласите на очередной новый соблюденный комплекс. От молока перешли к хмелю. Сохранением и изучением единственной в Российской Федерации мировой коллекции хмеля для использования в селекционном процессе занимается Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Разработанный здесь селекционный процесс хмеля не имеет аналогов в отечественной практике. В коллекции Чувашского института 250 сортов. На сегодняшний день в мире существует только три коллекции хмеля. Это в Америке, в Германии и у нас. Такие многочисленные, которые в будущем могут служить базой для выведения новых сортов и номеров хмеля. Пока мы находимся на небольшой упадке, но если мы сохраним вот эту коллекцию, то наши дети, наши внуки смогут воспользоваться вот этой коллекцией, как вот ВИР, ВИВАР. И в дальнейшем, используя вот этот генетический потенциал, вы выводите любые сорта хмеля в любом направлении. В Чувашхмельпроме первому заместителю министра сельского хозяйства России показали линию гранулирования хмеля германской фирмы производительностью 800 кг в час. Уже к концу сентября запустят комплексное оборудование для производства гранулированного хмеля. Главная цель поездки – это тема, связанная с производством хмеля в России. Вы один из немногих регионов, которые в перестроечный период сохранили технологии, сохранили уникальную коллекцию. И сегодня есть и основания, что дальнейшее наращивание объемов в ближайшие 10 лет производства хмеля для пивоваренной отрасли, для химической промышленности, для пищевой отрасли будет проходить базово в вашей республике. Сегодня же Джамбулат Хатов побывал на производстве агрохолдинга «Юрман» и на демонстрационной площадке концерна «Тракторные заводы». Вполне возможно, что в ближайшем будущем предприятие получит крупный заказ на производство сельскохозяйственной техники. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика. Перспективы и основные направления развития сельскохозяйства «Чуваши» обсуждались и на встрече руководителей Минсельхоз России с главой республики Михаилом Игнатьевым. Глава «Чуваши» рассказал, что агропром республики демонстрирует устойчивое развитие. Индекс производства в сельскохозяйственных организациях достиг 120%. Все обязательства, которые берем на себе, стремимся выполнять. Сейчас уточняем бюджет, еще до конца года мы уточним. В принципе, еще дополнительно предусмотрим по тем обязательствам софинансирования. На фоне повышения мирового спроса на российское сырье перспективы развития хмелеводства в «Чуваши» приобретают вполне конкретные перспективы. Главное, что здесь сохранили и научные разработки, и методологию, и системный подход, отметил заместитель министра сельского хозяйства России. Сейчас необходимо совместными усилиями разработать программу восстановления хмелеводства и прописать меры государственной поддержки. У нас у представителей коллегии медсельхоза есть удовлетворение того, что мы увидели. На самом деле, вы ведете достаточно активную и последовательную аграрную политику, достаточно эффективно работает ваша команда. И особо радует, что те инвесторы, которые у вас последние годы работают, изъявляют желание продолжать реализовать следующие этапы в развитии производства. Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимали чувашские строители. Вот так в ближайшие годы преобразится столица республики. В файе филармонии выставили макеты будущих микрорайонов. Сейчас в регионе реализуются более 50 проектов комплексной застройки. В перспективе планируется ввести порядка 7 миллионов квадратных метров жилья. Объемы строительства в республике увеличиваются каждый год. В прошлом году совместными усилиями построены и введены в эксплуатацию значимые для жителей республики объекты. Это Ледовый дворец Чебоксары-Арен. Детские сады, школа с дошкольными группами в Чебоксарском районе. Построено более 544 тысяч квадратных метров. А это на 19% больше объемов предыдущего года. И сейчас мы с вами вместе работаем над программой по школам. Поэтому она рассчитана у нас на 10 лет. Работы на всех хватит. И я надеюсь, что нас ждут впереди только хорошие и большие дела. Строительный рынок Чувашии теперь обеспечен на 100% и энергоэффективными материалами. Сейчас в республике производят сборно-монолитные каркасы, клинкерную брусчатку и плитку. Спрос на них растет с каждым годом. В регионе стали больше строить жилья эконом-класса. Это приоритетная задача. Строительный комплекс в республике стимулируют, упрощая процедуры на получение разрешений. Спрос на сегодняшний день на рынке жилья выдвинул другие требования, другие условия у нас на сегодняшний день в реальном секторе экономики. Поэтому, с одной стороны, я признателен за ваш ответственный благородный труд. С другой стороны, ставлю задачу новой, чтобы вы еще раз оценили, посмотрели по тем даже выделенным земельным участкам, которые практически обеспечивают наших строителей на системной основе работы строить разные объекты, в принципе, минимум на 7 лет. По лучшим из лучших глава республики вручил благодарности и грамоты. Больше в этот день стало и заслуженных работников отрасли. Дмитрий Ковалев, Дина Кустова и Олег Якимов. Республика. Итоги социально-экономического развития республики за первые полугодия и задачи на будущее обсуждают сегодня специалисты всех отраслей. В целом, конечно, смело можно констатировать то, что итоги сегодня нас радуют. Есть отдельные направления отрасли, где у нас спад, но оптимизм есть. Желание работать присутствует у наших строителей, возможности есть. И те горизонты, которые открываются в 2017 году, конечно, вселяют уверенность в нашем строителе. Хочу обратить внимание на одну цифру. Рост экономики на 14% по сравнению с прошлым годом, с прошлым 2015 годом, произошел в основном не за счет работы крупных предприятий, а за счет работы малых и средних предприятий. Этот перелом произошел где-то года два назад. И рост экономики идет в первую очередь за счет этого сектора. Почему? Потому что кризисные явления в экономике, они не позволяют крупным предприятиям быстро переориентироваться, а малые предприятия, они мобильные, они меняют технологии, меняют выпуск своей продукции, ассортимента продукции, и быстро ориентируясь на рынке, наращивают производство. Это первый момент. На второй момент, на который бы я хотел обратить внимание, современные предприятия, наши чувашские предприятия, в первую очередь используют самые последние образцы техники, которые есть на рынке в мире. И, безусловно, это приводит к росту производительства труда. Но нам, бюджетникам, интересно, конечно, наполнение бюджета, потому что качество жизни всех бюджетников зависит от налогов и от том, как развивается экономика в Чувашии. Поэтому, конечно, прогноз оптимистичный. Приятно было слышать, что промышленность сегодня наращивается, что сегодня сельское хозяйство приносит определенный доход. И поэтому, в целом, такое позитивное настроение, что по первому полугодию есть прирост, и значит, и второй полугодий будет успешным. Правительство Республики приняло ряд постановлений, направленных на совершенствование и развитие социальной сферы. Программа укрепления материально-технической базы организации социального обслуживания предусматривает ремонт в Кугейском доме-интернате для престарелых, оснащение автомобильным транспортом социально-здоровительного центра граждан пожилого возраста «Вега», дальнейшее обучение пенсионеров работе на компьютере. На эти цели запланированы более 4 миллионов рублей. Утвержден порядок расходования и предоставления средств, выделяемых по программе снижения напряженности на рынке труда на 2016 год. Глава Чуваши отметил общую сумму программы около 600 миллионов рублей, при этом 154 миллиона – дополнительные средства, которые поступили благодаря эффективному взаимодействию с правительством России. На заседании обсудили и вопрос возмещения затрат на проезд пациентам центра гемодиализа. Сейчас в разных муниципалитетах республики проживают 72 человека, при этом 8 нуждаются в сопровождении. Стоимость поездки варьируется по различным районам республики. Например, город АлатРа, Чебоксар – это 509 рублей, Батырево, Чебоксар – от 344 до 401 рубля и так далее. И в среднем гражданину необходимо трижды пройти процедуру гемодиализа и расходы на оплату проезда инвалидов первой группы и сопровождающего лица составят в месяц от 24 до 26 тысяч рублей. На выплату компенсации за 2015-2016 годы в республиканском бюджете Чувашеской республики необходимо предусмотреть средства в размере 15 миллионов 277 тысяч рублей, включая расходы на оплату услуг по перечислению средств на лицевые счета получателей. Обсудили и отчет о деятельности Государственной ветеринарной службы за 2015 год. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В столичном микрорайоне по улице Гладково продолжается строительство новой школы. Подрядчики намерены возвести объект раньше намеченного срока. Сегодня на объекте побывали руководители столицы Леонид Черкесов, Алексей Ладыков и депутат Госдумы Алена Аршинова. Новую школу на улице строителей возводят быстрыми темпами. Еще весной на этом месте было чистое поле. Спустя три месяца подняли два этажа. Проблемных вопросов пока не возникает. Подрядчики сделали ставку на материалы местного производства. Кирпичи сюда привозят из Красноармейского района. Вот облицовочный кирпич, а это уже забутовочный. За счет этих кустов он теплый считается. Теплый кирпич. Это макет будущей школы. Для учеников здесь обустроят стадион и возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Здание сможет вместить более 1100 ребят. Подрядчикам поставили задачу завершить работы до конца года. В этом случае республика получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей. Сегодня на объекте около 200 человек. Это монолитчики, каменщики. Заходят сейчас сантехники, электрики, штукатуры и рабочие других специальностей. Уже на следующей неделе здесь будет около 300 человек. Наша задача организовать процесс. В последнее время, благодаря модернизации образования, качественно изменились условия труда учителей. За три года многие учебные заведения страны получили лабораторные классы, интерактивные доски, новые компьютеры. Недавно в России стартовала масштабная программа строительства школ. На эти цели регионам из федерального бюджета уже было выделено 25 миллиардов рублей. Очень здорово, что такие деньги выделяются при поддержке Дмитрия Анатольевича Медведева, как председателя правительства. Все образовательные проекты, инфраструктурные, по поддержке педагогов, по поддержке образования, действительно под его личным контролем. И очень здорово, что и глава республики, и другие губернаторы точно так же держат руку на пульсе и стараются держать под своим контролем такие стройки. В ближайшее время по стране мы ждем вливания трех с половиной миллионов уже детей в школы. Поэтому нагрузка очень большая. В республике в ближайшие годы возведут 30 школ. Это поможет решить проблему второй смены. Следующая это школа строительства Волске-3, следующая это микрорайон Богданка. И мы говорим, что необходима кадетская школа, республиканская кадетская школа, микрорайоне ДК тракторостроителей. Тоже в ближайшее время будет начато строительство. И участвуя в федеральной программе строительства школ, мы хотим в городе построить и реконструировать не менее 10 школ. Но перед началом этого учебного года новая школа откроется в деревне Альбуссюрбеева Комсомольского района. Дмитрий Ковалев, Рассель Мухаммедов, Республика. Гражданами города Чебоксары рождаются, а почетными становятся. Сегодня их список пополнился двумя фамилиями. Еще в первой половине 19 века для поощрения наиболее достойных в России появился Институт почетного гражданства. Присваивали звание за общественно полезную деятельность, благотворительность, за большой личный вклад в развитие страны или города. В современной России такое почетное звание присваивают на уровне регионов и муниципалитетов. В Чебоксарах в рядах почетных граждан по традиции прибывает ко дню города. У нас награждаются те люди, которые внесли самый большой вклад в это. Это и спортсмены бывают, и врачи, и архитекторы, и бизнесмены тоже есть, которые развивают наш город. Поэтому мы всегда организовываем всеобщее голосование, так же, как было это и в этом году. На голосование чебоксарцам представили четыре кандидатуры. Николай Григорьев, заслуженный врач Российской Федерации Чувашской Республики, ветеран Великой Отечественной Алексей Яковлев, чемпион КСССР и мира по парашютному спорту Майя Костина и строитель Анатолий Леонтьев. Все они достойны. Однако, по правилам, в один год почетными гражданами могут стать максимум двое. Это Леонтьев Анатолий Афанасьевич, генеральный директор открытого акционерного общества «Эминвест». Под его непосредственным руководством были восстановлены и обрели вторую жизнь ряд важнейших для города Чебоксара промышленных и строительных предприятий. Реализован проект комплексной застройки жилого микрорайона «Волжский-3». И вторая кандидатура – это Григорьев Николай Григорьевич, заслуженный врач Российской Федерации и Чувашской Республики, лауреат государственной премии Чувашской Республики в области науки «Иминобичурина». Обе кандидатуры собрания поддержала единогласно чествовать. Новых почетных граждан будут в канун Дня города, 18 августа. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования внедряют технологию замены тазобедренного сустава с использованием нового импланта. Поделиться опытом с коллегами приехал травматолог-ортопед из Словакии Джозеф Альмаси. Чем хороша короткая ножка и какие перспективы открываются перед пациентами, смотрите в сюжете. Три операции накануне, три сегодня больным меняют пораженные тазобедренные суставы на импланты. Технология нашим докторам хорошо знакома, таких операций проводится сотни в год. Но разница все-таки есть. Джозеф Альмаси использует протез сустава на так называемой короткой ножке. Это менее инвазивное вмешательство. Больной раньше встает на ноги, реабилитация проходит быстрее и легче. Врачи Словакии и сотрудники центра могли бы обойтись и без переводчика. Профессиональный контакт установлен сразу. Он приехал сюда изначально обучать, но обратно вернется еще с тем опытом, которым он набрался здесь, теми знаниями, поскольку здесь очень хорошая команда под руководством главного врача. И он очень благодарен за это приглашение, поскольку он никогда не видел таких огромных проектов, когда это все работает как часы, как бы говорит, что уровень здесь здравоохранения очень высокий. Врачебное сообщество – одно из немногих, где участники не соперничают, а делятся друг с другом опытом, секретами, открытиями на благо пациентов. Наш центр травматологии ведет большую научную работу и взаимодействию с коллегами уделяется особое внимание. У нас очень много было докторов из Германии, из Италии, из Франции, значит, из Словакии. Джозеф впервые к нам приехал. Мы сотрудничаем с клиникой из Великобритании. Были доктора из Соединенных Штатов Америки. Ну, в общем-то, я думаю, что граница для нас не имеет никакого значения. Использование протеза сустава на короткой ножке поставят на поток. Особенно актуально это для больных молодого возраста. Елена Гальперина, Сергей Адушкин и Республика. Я люблю Чувашу. Завтра, 12 августа, в эфир выйдет новый выпуск этой программы. В этот раз мы предлагаем вам путешествие по Мариинско-Пасадскому району. Императрица Мария Александровна подарила ей имя. Екатерина Великая – легенду. Емельян Пугачев – артефакты. Андриан Николаев – слава. Знакомьтесь, Марпасадская земля. Наша съемочная группа побывала в самых интересных уголках района и готова поделиться историями, которые вы не слышали раньше. Наверное, как и во всех домах, так и в нашем купеческом особняке сохранился дух купца Петра Ефимовича Короткова. Когда наступает музейная тишина, и двери наши закрыты, мы слышим, как двери со скрипом будто бы открываются. А с подвального помещения мы слышим стук топора и также шаги. Мы думаем, что хозяин этого дома приехал и проверяет свои владения. Все, что вы не знали о Мариинско-Пасадском районе 12 августа в 20.30 на Национальном телевидении Чуваши. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире Национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова